Вот, чтобы сохранить параметры частотника в панель, надо зайти в Мейн-меню, вот здесь у нас уже он нашел, так может только что были. Нажимаем Мейн-меню, заходим в параметры 0, управление отображением, заходим в пятый параметр, копировать, сохранить. Заходим в параметр копирования с LCP, это копирование и загрузка в LCP, сейчас стоит не копировать по умолчанию, заходим, мы здесь можем все в LCP, это все загрузить вовнутрь панели, из частотника вовнутрь панели, либо наоборот, из панели загрузить в частотник. Сейчас мы произведем, вот эта непонятная такая надпись, либо удалить все данные внутри LCP. Все в LCP, сейчас мы копируем частотника вовнутрь нашей панели. Нажимаем ОК, подтверждаем, происходит копирование. Частотник должен быть остановлен, нажать режим ОК. ОК, подтверждаем. Не мешай. Здесь вот сохранили, теперь можем сейчас выйти, сейчас выйдем в БЭК. Параметры двигателя сейчас изменим, какой нибудь. Дальше, сейчас нагрузка, нагрузка, двигатель один заходим. Дойдем в данные двигателя. Вот его мощность, 0,75 кВт. Стрелочка у нас 400 Вольт. Ну, изменим. Ну, здесь получается, он шагом меняет. Поставим 415 Вольт. Окей, сохраним. Здесь, когда мы изменяем в уголку, пишет предыдущее значение, которое было. Ну, как бы напоминает нам то, что было. Выходим из набора, можем еще раз проверить. 415 Вольт. Выходим. Все, теперь, если какие-то изменения произошли, наподобие как сейчас, наклацали, накрутили, то можно, когда у нас сохранено в панель, зайдем в наш топ-5 параметр. Вот, копирование с LCP. Все в LCP. Это мы сюда, нам теперь надо все из LCP. Выгрузить, бомблод сделать. Нажимаем ОК. Сейчас происходит копирование. Зимой ОК. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...